И у меня у самого не сложилось пока что какого-то единого понимания того, какой идеальный пациент тот, который должен получить эту нефруктомию. В какой момент времени. То есть вот этого какого-то стройного портрета пациента, конечно же, нет. Но тем не менее, какие-то мысли есть, и хотелось бы с вами им поделиться. Для начала я открыл клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. Они были обновлены совсем недавно. И там достаточно чётко написано показания к циторедуктивной нефрактомии. Но на самом деле, если мы их почитаем, то нам проще это не становится, потому что здесь написаны достаточно понятные вещи, которые сами собой разумеются. Если нам опухоль можно удалить, если пациент из группы условно благоприятного прогноза, тогда, конечно, он, наверное, выиграет от этого. Ну и безусловно, если у него есть какая-то симптоматика. Но опять-таки, как выделить пациента, который в большей степени кандидат на эту операцию, на самом деле очень сложно из этих рекомендаций вычленить. Кроме того, когда мы говорим о пациенте с метастатическим почвенно-клещным раком, то мы учитываем в основном критерии Хэнга, АМДС, которые были разработаны для таргетной терапии. Мы не учитываем ещё кучу других параметров. Мы не учитываем симптомность процесса, объём обхолевую нагрузку, локализацию метастазов, тромбоз есть или нет, коморбидность, лекарственная доступность. Но эти факторы тоже, безусловно, будут влиять на нашу позицию с точки зрения того, что мы пациенту назначим. Да, у нас есть как минимум только сунетениб или у нас есть все возможности назначения лекарственной терапии. Это ведь будет влиять на тактику лечения до 100%. Ну вот хотелось привести несколько исследований. Чикмей 9-яр, исследование, которое сравнивало неволумабскобзотенибом против сунетенибом у пациентов, которые не получали какую-то терапию по поводу метастатического почвенно-плечечного рака. Здесь был отдельный поданализ пациентов, которые получили нефрактомию, и те, которым не проводилась цитридуктивная нефрактомия. Ну не только цитридуктивная, а в принципе нефрактомия. И мы видим, что, конечно, пациенты, которым не проводилась цитридуктивная нефрактомия, это пациенты из группы более, скажем, плохого прогноза. Там плохой прогноз – это треть пациентов, а благоприятный всего около 10% пациентов. Кроме того, это пациенты с большей опухолевой нагрузкой. То есть опять-таки это говорит о том, что сделать красивое стройное исследование, в котором были бы абсолютно сопоставимые между собой группы пациентов, да практически невозможно, конечно же, в большей степени на операцию будут идти пациенты с более благоприятными опухолевыми характеристиками. Ну и что поэтому мы получаем? Конечно же, выживаемость после нефрактомии, вы видите, на иммуно-таргетной комбинации 19,5 месяцев, без нефрактомии всего 11 месяцев. Можем ли мы напрямую сравнить эти цифры? На мой взгляд, конечно же, нет, но тем не менее, мы видим, что если мы пациенту проводим лечение уже после проведенной операции, то шансов получить длительный ответ у него больше. Это же касается и общей выживаемости. Если у нас нефрактомия была, то на момент среза этих данных еще она даже не была достигнута. Если же у пациента не было нефрактомии, то мы видим, что медиана общей выживаемости всего 2 года. 2 года общая выживаемость на иммуно-таргетной, ну, самой современной, которая есть, неволумаб-кабзатениб. Мы говорим в основном о пятилетней выживаемости, а тут 2 года всего. Конечно же, эти результаты нельзя назвать удовлетворительными. Ну, частота объективного ответа, она тоже была, конечно, ниже у пациентов, у которых не было нефрактомии. Кроме того, ну, исследование, конечно, не новое, но, тем не менее, оно, мне кажется, достаточно очевидным, что объем цитредуктивной хирургии, он должен быть максимально полным. Если мы не можем обеспечить пациенту R0-резекцию, то, наверное, идти на эту операцию нецелесообразно, потому что пациент просто от этого не выиграет. Ну, вот еще исследование, нефрактомия в аэроиммунотерапии, ну, это то, что, в принципе, Ирина Мусаевна демонстрировала. Вроде как выигрывают пациенты те, которым проводилась операция, но здесь, опять-таки, здесь были несопоставимые между собой группы пациентов. Еще одно исследование, которое хотелось бы сказать, я отметил иммуно-таргетную комбинацию. Может быть, на двойной иммунотерапии мы получим совершенно другие результаты, неволумаб и пилимумаб. Но все, Влад Борисович сегодня уже демонстрировал обновленные данные. Ну, вот здесь у меня приведены данные пятилетней, пятилетние наблюдения за этими пациентами. Мы видим, что медиана общей выживаемости на Нива-ИПе 47 месяцев, пятилетняя общая выживаемость 43%. Очень достойный результат. В общем-то, то, к чему мы сейчас стремимся, очень все хорошо. Но давайте посмотрим на то, как живут пациенты, у которых не было цитридуктивной нефрактомии. И медиан общей выживаемости опять получаем те же самые 2 года, 26 месяцев. И пациенты, вот здесь 4-летняя общая выживаемость, она порядка 33%. То есть мы видим, что все-таки, если у пациента сохраняется вот эта вот большая опухолевая масса в первичной опухоли, то эти пациенты живут гораздо хуже. То есть все-таки это косвенно нам говорит о том, что нужно стремиться все-таки удалять эти образования, и тем самым мы будем повышать продолжительность жизни наших пациентов. Ну вот про эти исследования, я думаю, что Ирина Мусайовна говорила, Nordic Sun. И есть и другие исследования, где также сейчас пытаются оценить, когда и в каком объеме, и у каких пациентов должны быть проведены цитридуктивные нефрактомии. И рандомизированные исследования, они очень нужны, они очень нужны как раз-таки для того, чтобы убрать вот этот вот баяс, вот эту предвзятость с точки зрения отбора пациентов на это оперативное вмешательство. Конечно, если хирург решает, этого пациента я беру, а этого пациента не беру, то тут мы никогда не получим однозначный ответ, кто же все-таки выигрывает. Выигрывает тот пациент, который попался к тому хирургу, который его возьмет. Все-таки здесь нужна рандомизация, и очень важно дождаться именно этих результатов. Ну и еще несколько работ, которые говорят о том, что в основном выигрывают пациенты из группы благоприятных характеристик опухолей, когда им проводится полноценная цитридукция, метастазоктомия. Именно это будет увеличивать выживаемость пациентов. Ну вот еще одно исследование, что метастазоктомия, она ассоциирована с улучшением общей выживаемости у пациентов с метастатическим починоклеточным раком благоприятного промежуточного прогноза, не неблагоприятной группы. Ну, это исследование, я не буду останавливаться, это показывал Севолод Борисович. Оно говорит о том, что пембразумаб-линвотиниб тоже работает лучше у пациентов с не меньшей опухолевой массой. То есть, если мы проводим цитридукцию, мы тем самым можем потенциально, наверное, и усилить эффект противопухолевой лекарственной терапии. Ну, как мне кажется, что в этом есть какой-то смысл. И вот этот поданализ исследования КЛЕ это демонстрирует. Я не буду на этом останавливаться. Хотелось бы буквально пару слов сказать о наших собственных данных. Ну, вот я проанализировал с 2020 по 2023 год 85 пациентов, которые у нас получили комбинированную терапию в первой линии. Эти пациенты получали как двойную иммунотерапию, так и иммуно-таргетные комбинации самые разные. Медиана возраста составила 63 года, пациенты мужского пола 71%, женского 28,2%. В группу благоприятного прогноза МТС у нас оказалось 14% пациентов, ведь очень немного, промежуточного 56%, неблагоприятного почти 30% пациентов. На момент постановки диагноза отдалённые метастазы, то есть это синхронный метастатический процесс, был у 63,5 пациентов. Среди них половине была выполнена цитридуктивная нефректомия. И вот что мы получили в наших данных с точки зрения вживаемости без прогрессирования и общей вживаемости. У нас пока не очень большой период наблюдения за этими больными, но оказалось, что проведение цитридуктивной нефректомии у наших пациентов не повлияло никак ни на выживаемость без прогрессирования, ни на общую вживаемость. Лично для меня, это вот буквально мы закончили считать вот эти данные вчера, и они для меня были открытием, потому что я ждал, что вот сейчас мы получим выигрыш у тех пациентов, которым была проведена цитридуктивная нефректомия. Однако нет, и, собственно, возвращаясь к тому тезису, с которого я начал своё выступление, это то, что все работы, к которым мы апеллируем, это работы не рандомизированные, а, соответственно, с большим количеством ошибок первого, второго рода и байоса на этапе включения в тот или иной рукав. Поэтому на сегодняшний день однозначно сформировать портрет пациента, который выиграет от этого вмешательства, на мой взгляд, невозможно. Вот в нашей реальной клинической практике, которую мы проводим, у пациентов с первой линии, назначая иммуно-онкологические комбинации в первой линии, оказывается, что пока что мы не видим выигрыша от проведения цитридуктивной нефректомии. Значит ли это, что её делать не нужно? На мой взгляд, нет. Но всё-таки, на мой взгляд, как взгляд химиотерапевта, основа лечения метастатического рака почки является лекарственная терапия, цитридуктивная нефректомия является вспомогательным методом лечения, и её место ещё необходимо найти. Спасибо за внимание. Марк Игоревич, начиная наши дебаты, скажите, вы относите к пациентам, у кого непонятно, надо выполнять или не надо выполнять цитридуктивную нефректомию, пациентов с солитарными метастазами? С солитарными метастазами, на мой взгляд, если можно их все удалить, соответственно, первичную опухоль и эти метастазы, то, на мой взгляд, их необходимо оперировать, этих пациентов, и дальше уже рассматривать вопрос, нужно, не нужно нам здесь лекарственную терапию подключать. Мне кажется, что вообще, вот наше представление об опухолевом процессе, как такое постепенное развитие сначала из первичной опухоли, потом один метастаз, потом два, потом десять, оно не очень правильное. Скорее всего, есть, в принципе, разные сценарии течения опухолевого процесса. Есть сценарий, когда у нас пациент с первичной опухоли, и он по какой-то причине не метастазирует. Мы видим таких больных, огромные опухоли почки, 20 см, нет метастаза. Есть у нас сценарий, когда у нас есть, там, неважно, какой размер опухоли почки, и олигометастатические процессы. У нас есть сценарий, когда у нас пациент сразу манифестирует заболевание в виде диссиминированного процесса. И это уже на вот этом этапе биологически определён, в общем-то, прогноз этих больных. И, конечно, если мы видим олигометастатические процессы, особенно если это солитарные метастазы, то, значит, у него в целом биологически опухоль не такая агрессивная. Соответственно, её можно в большей степени лечить, ну, с помощью каких-то локальных методов, в том числе хирургических. Ещё один сценарий. Через 20 лет после неврактомии у пациента появляется метастаз в головной мозг или в лёгке. Один или два. Да, это сценарий, на мой взгляд, он тоже в основном говорит о том, что это в целом благоприятное течение процесса, и, конечно, нужно эти метастазы удалять. И у нас есть такие пациенты, которым мы проводим несколько оперативных вмешательств с некоторыми интервалами, они живут несколько лет, не получая никакого лекарственного лечения, в целом с хорошим качеством жизни. Это то, о чём мы, например, не говорим. На фоне современных опций комбинированной терапии у нас большая часть пациентов сталкивается с нежелательными явлениями. Причём это хроническая токсичность, от которой пациент не избавится. И когда мы можем провести хирургическое вмешательство и не назначить лечение, то почему бы и нет? Ну, то есть есть когорты пациентов, кому циторедукция показана однозначно? Соглашусь. Есть категория пациентов, кому циторедукция не показана тоже однозначно? Да. И, наверное, как правильно Мусайна сказала, пациент с необходимостью заместительной терапии, там 75 лет, которому нужно выполнять билатеральную адреналоктомию, наверное, его надо лечить системно. Потому что циторедукция приведёт к улучшению его состояния. Она не принесёт никакого положительного результата. Вин Мусайна, так? Несмотря на то, что я сегодня отстаиваю позицию хирурга, в отношении циторедуктивных, в отношении метастазоктомий. Вы знаете, с течением последнего времени и появлением высокоэффективных возможностей у меня немножко изменилось к этому отношению. Да, если речь идёт о метастазах головной мозга, тут уже как бы понятно. И то мы с вами видели замечательные эффекты и достаточно длительные ремиссии. Но смотрите, вот регистрационные исследования, которые мы имеем, ну, например, пемброленвус, унитениб, общая выживаемость 47 месяцев, 43 месяца. А вот напомните, многоуважаемые, пожалуйста, вот я, к сожалению, не запомнила ваше имя отчество, какой у вас получилась общая выживаемость у пациентов после метастазоктомии? Вот. Ну вот пациенты циторедуктивную операцию перенесли, нефрактомия, циторедуктивная операция. А здесь пациенты просто лечились лекарствами. Я не говорю о том, что не надо удалять метастазы. Солитарные, нетастазы, солитарные. Причём с солитарными метастазами общая выживаемость ещё выше на системной терапии. Так вот я хочу сказать о том, что появилась наконец-то лекарственная возможность, сопоставимая с хирургическим лечением. Поэтому у нас появилось ещё больше проблем. Если раньше мы абсолютно точно знали, что возможности лекарственной терапии ограничены, и что нам обязательно нужно, если это солитарный метастаз, мы должны его удалить. У меня в 2005 году я защитила кандидатскую диссертацию на тему комбинированного лечения почечноклеточного рака. Так вот медиана выживаемости на лекарственной терапии моих пациентов была 12 месяцев. А те пациенты, которые у меня были по циторедуктивной хирургии, у меня был больной после пневмоноктомии с выживаемостью 10 лет. Так вот если бы сегодня меня спросили, пневмоноктомия или лекарственная терапия, я бы предпочла лекарственную терапию. Елена Владимировна, рассудите нас всех. Как клиницист мне близка позиция, Елена Мусаевна. Как организатор здравоохранения я могу вступить в дискуссию. Надо чётко совершенно понимать, что там, где есть возможность деинтенсифицировать лечение и предоставить возможность лечиться и планировать свой бюджет таким образом, чтобы дать возможность другим пациентам иметь равнозначный доступ к высококлассной и эффективной терапии, об этом стоит задуматься. О метастазоптомии. И вот в контексте вашего комментария всё. Я просто хотела сказать своё личное мнение в отношении заданной нашей последней сессии. Вот для меня, как для медицинского онколога, очень важно, приходит ли пациент с симптомным первичным очагом или нет. И представляет ли первичный очаг, симптомный почка, жизнеугрожающий, источник жизнеугрожающих осложнений. Если кровотечение, так априори здесь должен рассматриваться вопрос о нефрактомии. С другой стороны, мы становимся некими заложниками ситуации, поскольку есть пациенты, у которых продолжительность жизни может определяться интеркурентными заболеваниями. И вот у них вопрос об операции по жизнеугрожающим состояниям, он весьма-весьма дискутабелен. То есть, с одной стороны, мы должны произвести некое вмешательство по поводу жизнеугрожающих осложнений, с другой стороны, мы должны просчитать ситуацию таким образом, чтобы сам факт хирургического вмешательства и прогнозируемое осложнение, а прогнозируемое осложнение – это не всегда какие-то технические истории, это и, в принципе, проблемы операбельности пациента и способности его выйти из непроблемного послеоперационного периода, да, по коморбиду по своему. Вот здесь надо как-то балансировать, и у нас нет чётких осязаемых предикторов. Вопрос сложный, неоднозначный, но можно я каждому из вас задам один и тот же вопрос, а вы просто коротко на него ответите. Пациент, метастатический рак почки, солитарный метастаз в бедро, патологический перелом. Вы этого больного оперируете? Да. Бедро оперируете? Эндопротез коленного сустава поставите? Да. Вы поставите? Вы поставите? У вас был один метастаз, вы его удалили, поставили эндопротез, у вас остался первичный очаг. Ваша тактика дальнейшая? Нефрактомия. Я тоже, безусловно, за операцию, и дальше этого пациента наблюдать, если у него нет никаких других метастазов. Я, знаете, хотел чуть-чуть пропонировать Ирину Мусамина на тему того, что зачем подвергать пациенту излишнему риску хирургического вмешательства, когда мы можем просто назначить лекарственную терапию. Но у некоторых пациентов простое назначение лекарственной терапии приводит к развитию очень тяжелых осложнений. Поэтому иногда его проще прооперировать, и он, ну да, в какой-то момент времени он будет восстанавливаться, но он потом восстановится, и больше у него не будет какой-либо каких-то осложнений. А на фоне лекарственной терапии, ну, у нас есть пациенты, которым мы уже все отменили, а они продолжают у них иммуно-опоследованная токсичность рецидивировать уже через какое-то время, и не удается их просто отпустить под динамическое наблюдение. Поэтому лекарственная терапия тоже на сегодняшний день стала достаточно агрессивной. Не зря вы были хирургом в начале своей карьеры. Маркин Григорьевна, так все-таки выполняем операцию этому больному? Ну вот, о которой мы говорили. Выполняем. Выполняем. Что я хочу сказать, что все-таки есть ситуации, когда этот вопрос не стоит выполнять или не выполнять циторедукцию. Есть совершенно объективные ситуации, которые говорят о том, что циторедукцию выполнять нужно. Понятно, что пациенту с множественными метастазами в кости или в печень никакого нет смысла выполнять циторедуктивную операцию в любом случае. Это абсолютно бессмыслица, даже если у него кровотечение. Проще заимболизировать эту почку, почечную артерию и так далее. То есть тоже есть категория больных, кому точно не нужно выполнять циторедукцию. Поэтому, на мой взгляд, все исследования, которые проводятся, в том числе рандомизированные, они просто не поставлены в определенные рамки клинические. Из-за этого полный вообще разнобой в результатах. Должны быть четко определены категории пациентов, которые включаются в эти исследования. Чего не происходит. Понятно, что есть пациенты, кому точно не нужно выполнять циторедуктивную нефертомию, его включают в исследование Кармен. Конечно, будет такой результат. И наоборот. Поэтому я думаю, что... Ну, я надеюсь, что будущие исследования, конечно, состоятся. Хотя тоже большой вопрос, будет ли ответ на все наши вопросы. Коллеги, кто хочет еще высказать, последний человек свое мнение, потому что у нас просто времени не больше. Я хотел вам задать вопрос про больного. Ну, соперировали вы и бедро. Дальше осталась почка. А если больной не будет приятного прогноза, вы будете его оперировать? Это первый вопрос. А второй, будете ли вы назначать терапию после того, как вы соперируете, если соперируете? Нет, сначала все, Борисович. Я этого больного буду оперировать. Насчет групп прогноза – это вообще отдельный разговор. Потому что пациент с большой опухолью почки, у которого повышены все провоспалительные маркеры, у него будет высокий цирреактивный белок, у него будет лейкоцитоз, тромбоцитоз, анемия. То есть он будет в группе неблагоприятного прогноза после удаления этой большой опухоли. Он будет в группе промежуточного, а может даже благоприятного прогноза. Понимаете, в чем дело? Поэтому на группу прогноза, на мой взгляд, вообще в некоторых ситуациях нельзя ориентироваться. Окей, услышал. А лечить-то как будете? Убрали почку, провоспалительные эти все маркеры ушли. Дальше что? А дальше все будет зависеть от того, в какой он группе риска. Если это был слетанон, в группе все равно очень высокого риска, поскольку у него удаление метастаза. Поэтому я назначу ему пембролизума. То есть вы пойдете по пути одиуанной терапии. А я вот хотел бы поспорить с вами, ну и точнее подискутировать, раз у нас дебаты. А не кажется ли вам, что назначив терапию до удаления почки, например, не в ИПИ, которую вы сегодня показали, мы получим у такого больного феноменальный ответ и длительность ответа. И вообще в некоторых случаях задумываемся, надо ли ему делать палеотинную нефрактомию. Это как раз те самые больные, у которых много антигена, и которые неплохо отвечают на современную иммунотаргетную либо двойную иммунотерапию. Может быть начать терапию, вот то, к чему нас подводила Ирина Мусаевна, а потом его соперевать. Три месяца, что с ним будет? Он восстановится, скорректируете анализы и потом оперируете. Есть категория больных, где действительно я бы начал с лекарственной терапии, абсолютно согласен. Есть категория пациентов, где однозначно я бы начал с циторедукции. Вот и всё. Ну так а кто? Кто эти больные? Потому что помимо тех факторов, которые мы принимаем во внимание, групп прогноза, существует масса других клинических факторов, которые мы должны принимать во внимание. Вот и всё. Вот видите, коллеги, нету до конца решения. Каждый, в общем-то, говорит только об одном, что нам нужен персонифицированный подход. И все исследования грешат тем, что группы неприятного прогноза всегда разницу в выживаемости демонстрируют. Я думаю, наверное, пойдём дальше. Спасибо большое, Ирина Мусаевна, Марк Игоревич. Коллеги. Спасибо.